Если это на апостольские слова, знай же, что в последние времена наступят, времена тяжкие. 2 Тимофей 3.1 Хотя я и слаб, и беден, и неопытен в поучениях, но когда вижу ваше собрание, то забываю о своей слабости. Не сознаю бедности, но не замечаю неопытности. Такова сила вашей любви. Поэтому и предлагаю вам свою бедную трапезу усердней богатых. Виновники этой смелости вы, которые своим усердием к слушанию возбуждаете падших духом, жаждая слушать и не сводя взора в суст говорящего. Так птенцы ласточек, когда увидят прилетающую мать, высовываются из гнезда, свешают свои шеи и таким образом принимают от нее пищу. Так и вы, с великой охотой взирая на говорящего, принимаете предлагаемое вам устами его учение. И прежде, нежели слова вылетят из уст наших, ум ваш уже схватывает произносимое. Кто же не назвал бы и вас, и нас блаженными, потому что мы говорим в уши слушающих. Серахов 25.12. Общий труд, общий и венец, общая польза, общая и награда. Поэтому и Христос назвал учеников блаженными, сказав, блаженны очи ваши, что видят и уши ваши, что слышат. Позвольте мне сказать эти слова и к вам, так как и вы обнаруживаете такое же усердие. Блаженны же ваши очи, что видят и уши ваши, что слышат. Впрочем, что уши ваши слышат, это ясно. А что и глаза ваши видят, как видели тогда ученики, это я постараюсь показать, что блаженство ваше было не в половину, а полным. Что же видели тогда ученики? Они видели мертвых воскрешающими, слепых прозревающими, прокаженных очищаемыми, бесов изгоняемыми, хромых сходящими, всякое повреждение природы исправляемым. Это видите теперь и вы, хотя не телесными глазами, но очами веры. Таковы именно очи веры. Они видят не являющиеся и созерцают еще несовершенное. Откуда же известно, что вера есть видение невидимого и убеждение в незримом? Послушай Павла, который говорит, вера же есть извещение вещей, обличение невидимых, то есть уверенность в невидимом. Евреям 11.1 И то удивительно, что телесные глаза видят видимое, а невидимого не видят. Очи же веры совершенно напротив. Видимого не видят, а невидимое видят. А что действительно невидимого не видят, а невидимое видят, это объяснил Павел, сказав так. Ибо легкая печаль наша по преумножению испытаний вечную славу соделывает в нас, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 2 Коринфянам 5.17 Каким же образом кто-нибудь может видеть невидимое? Как иначе, если не очами веры, так и в другом месте он говорит. Верою познаем, что веки сотворены. Каким образом, когда мы не видим этого? Когда смотрим на невидимое, говорит он, как на видимое. Хотите, я приведу и другое свидетельство о том, что очи веры видят невидимое. Павел в послании галатам в одном месте говорит так. «Пред очами Иисус Христос предначертан был как бы у вас распятый». Что говоришь ты, блаженный Павел? Неужели галаты в галате видели его распинаемым? Не все ли мы исповедуем, что страдания происходили в Палестине посреди иудеи? Как же видели его распинаемым галаты? Очами веры, а не глазами телесными. Видишь ли, как очи веры видят незримое? На таком расстоянии и после столь долгого времени они видели Христа распинаемым. Так и вы видите мертвых воскресающими. Так и вы сегодня видите прокаженного очищаемым. Так и вы видите расслабленного восстающим. И видите более иудеев, которые тогда присутствовали. Они присутствуя не признали чудо, а вы и не присутствуя поверили. Так что я справедливо сказал о вас, что блаженный очи ваши, что видели. Если же ты из другого случая желаешь узнать, что очи веры видят невидимое, а на видимое не смотрят, ведь они не иначе могут увидеть невидимое, как оставив без внимания то, о чем выше сказано. То послушай беседы Павла об Аврааме, как он очами веры узрел рождение Исаака и таким образом принял обетование. Что говорит апостол? И не изнемог в вере, и не усомнился в умершлении плоти своей. Велика сила веры. Как робкие и слабы суждения человеческие, так крепко и сильна вера. Ибо он не усомнился, видя омертвелость плоти своей. Видишь ли, как он пренебрег видимым, как не посмотрел на старость, хотя она была перед глазами. Но он созерцал очами веры, а не глазами телесными. Поэтому он и не видел ни старости, ни мертвенности Сары. Ибо смотрел он на невидимое. Здесь апостол указывает нам на бесплодие. И не усомнился в омертвелости ложезн Сары. Была немощь двоякая. Одна от старости, другая от слабости природы. Не только тело по возрасту было неспособно где-то рождению, но и самая утроба была омертвевшую. И самые природные вместилища деторождения еще прежде старости были неспособны по причине бесплодия. Видишь ли, сколько было препятствий. Старость мужа, старость жены, бесплодие, которые еще не способны старости и в особенности препятствуют деторождению. И однако Авраам оставил все это без внимания и очами веры возвысился до небес, имея величайшее доказательство на исполнение обещанного силу обетовавшего. Поэтому он в обетовании Божьем не усомнился неверием, но превозмог верою. Вера есть как бы крепкий жезл и безопасная пристань, избавляющая от заблуждений и суждений, и успокаивающая душу в великой тишине. Блаженные очи ваши, что видят. Опять нужно повторить это изречение. Хотя иудеи видели и совершившееся в то время, но Господь называет блаженным не внешнее зрение, потому что не оно само по себе видит чудеса, а зрение внутреннее. Они видели слепого и говорили, сей ли, он ли, призовем родителей его. Слышишь ли, как они сомневаются. Видишь ли, что телесного зрения недостаточно для созерцания чуда. Те, которые присутствовали и смотрели, говорили, это он, нет, не он. А мы отсутствию не говорим, этот, не тот, но он, тот самый. Убедился ли ты, что отсутствие нисколько не вредит, когда есть очи веры, и присутствие не приносит никакой пользы, когда нет очей веры. Какая была польза иудеям от того, что они видели? Никакой. Мы видим яснее их. Итак, если очи ваши видят тем зрением и уши слышат тем слухом, которые Христос назвал блаженными, то мы теперь предложим вам перлы Писаний. Как для иудеев Христос не разрешал вопросов, но еще увеличивал неясность, потому что они не внимали, так и вам, потому что внимаете, нужно ясно представить сокровенные. Ученики приступали ко Христу и с удивлением говорили, «Почему говоришь притчами?» Он же отвечал, что они видя не видят. А так как вы не видя видите, то необходимо говорить вам не в притчах, не так, как тем, которые слушая не слышат. Итак, если вы, не слушавшие тогда, слышите ныне не менее того, как бы слышали тогда, то не следует лишать вас этой трапезы. «И Христос назвал последних блаженными, не менее, как и первых. Видели меня, — говорит он, — и веровали, блаженны не видевшие и уверовавшие. Поэтому не будьте же медленны на добродетель, потому что вы живете не в те времена, а теперь. Если захочешь, то от этого не будет для тебя никакого вреда, подобно тому, как многие из живших тогда не получили никакой пользы, потому что не хотели». Итак, что сегодня прочитано? «Зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, — пишет Павел опять к Тимофею, — страшная угроза. Но ободримся. Оно загадочно указывает нам на те времена и на последующие за ними, и на времена при самой кончине мира. Зная же, что в последние дни наступят времена лютые, — краткое изречение, но велика в нем сила. Как ароматы издают благовоние, не по количеству своему, а по своей природе. Так и Божественное Писание, не множеством слов, но силы, содержащиеся в них, доставляет нам всякую пользу. Аромат благовонен и сам по себе, по своему свойству. А когда бросишь его в огонь, тогда он обнаруживает всю свою приятность. Так и Божественное Писание, весьма приятное и само по себе. А когда оно проникнет в нашу душу, как бы попав в кадильницу, тогда наполняет весь дом благоуханием. Зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, — он говорит о кончине мира. Но что до этого тебе, блаженный Павел, что Тимофею, что тогдашним слушателям, которые вскоре имели умереть, освободиться от угрожавших бедствий и злых людей? Я, — говорит он, — взирая, не настоящее только, но предвижу и будущее, жаление о настоящей пастве, но и за будущее беспокоюсь и страшусь. Мы едва проявляем попечение и о тех людях, которые живут с нами, а он обнаруживает великую заботливость и о тех, которые еще не родились. Так и Превосходный Пасторь не тогда только предостерегает, когда видит волков, устремляющихся на стадо, и находящихся близ овец, но указывает на них и тогда, когда они еще далеко. Так и Павел, как Превосходный Пасторь, сидя на высоком месте, в пророческом достоинстве и пророческими очами, провидя из-за река сбегающихся диких зверей, устремляющихся при самом кончине мира и нападающих на паству, предрекает и предуказывает его, чтобы приготовить к бодрствованию и тех, которые еще не родились, и таким пророчеством оградить всю паству. И отец, нежно любящий детей, строя великолепный и огромный дом для детей своих, часто строит его так, чтобы он не для них только был полезен, но и для внуков, и для следующих за ними. Так и царь, окружая любимый город наружной стеной, делает ее надежную, крепкую и прочную, чтобы она служила не одному только его роду, но была полезна и всем последующим потомкам, и чтобы она устояла не только против современных ему орудий разрушения, но и против последующих нападений. Так поступил и Павел. Апостольские послания – это стены для церквей. Он ограждает ими не только современников, но и будущих людей. И эту ограду он устроил столь твердую и несокрушимую, и со всей прочностью так расположил по всей вселенной, что и тогдашних людей, и последующих, и нынешних, и имеющих быть после, до пришествия Христова, она избавляет от всякого нападения врагов. Таковы души святых, любвеобильны, попечительны, превышают любовью отеческую расположенность, побеждают естественную любовь, превосходят и материнские болезни рождения, потому что они исполнены Духа и Божественной благодати. 571. Хотите ли я докажу из другого обстоятельства, что святые заботятся не о своих нуждах и беспокоятся не о настоящем только, но и о будущем. Ко Христу, сидевшему на горе, говорит Писание, приступили ученики, люди, уже достигшие старости, имевшие спустя немного времени отойти из настоящей жизни. О чем же они спрашивают его? О чем беспокоятся? Чего боятся? О чем предлагают вопрос учителю? О том ли, что будет при их жизни или что случится в тогдашние времена? Нет. Но оставив все это, что говорят они? Какое знамение пришествия твоего и кончины века? Видишь ли, что и они спрашивают о кончине века и заботятся о будущих людях? Апостолы, все вообще и каждый в частности, имели в виду нужды не свои, а остальных. Таков был Петр Верховный с сонми их, уста всех апостолов, глава того братства, предстоятель всей вселенной, основания церкви, пламенно любивший Христа. Потому что Господь сказал ему, Петр, любишь ли меня более, нежели они? Для того я говорю ему похвалы, чтобы вы узнали, что он истинно любил Христа. Потому что попечение о рабах есть величайшее доказательство любви ко Владыке. И это не я говорю, но сам Владыка, которого он любил. Если любишь меня, говорил он, спаси овец моих. Посмотрим же, точно ли он имеет звание пастыря. Истинно ли оказывает попечение, истинно ли любит овец, истинно ли питает привязанность к пастве, чтобы нам знать, что он любит и пастыря. Так как первое, сказал Господь, есть признак последнего. И так этот Петр бросил все, что имел он, мрежу, сеть, и все, что было в лодке. Оставил и море, и ремесло, и дом. Не на то будем смотреть, что это немного, а на то, что это все его имущество, и похвалим усердие. Ведь и положившая две лепты положила небольшое количество денег, и однако обнаружила великое богатство усердия, подобно тому, как и Петр, при великой бедности своей и показал великое изобилие ревности. Что для иного имения, слуги, домы, золото, то для него была сеть, море, ремесло, ладья. Поэтому не на то будем смотреть, что он оставил немногое, но что оставил все. Не то ведь требуется, чтобы оставить немногое или многое, но чтобы внести отсюда не меньше того, сколько позволяют силы. Таким образом он оставил все, и отечество, и дом, и друзей, и родных, и самую безопасность. Таким поступком он вооружил против себя иудейский народ. Говорит евангелист, что уже согласились евреи, жидови, что если кто будет исповедовать Христа, того отлучать от синагоги. Отсюда видно, что он не сомневался и не боялся касательно Царства Небесного, но весьма был уверен, как свидетельством самых обстоятельств, так еще прежде свидетельством обстоятельств словами Спасителя, что он непременно наследует Царство. Именно когда он сказал, вот мы оставили все и пошли за тобой, что же нам будет, то Христос отвечал, вы сядете на двенадцати престолах, судите двенадцать колен Израилевых. Это я привел для того, чтобы когда покажу, что он беспокоился о собратьях, то ты не сказал, что он боялся за себя самого. Как он мог бояться за себя, когда сам тот, кто имел увенчать его, изрек определение о венце и наградах? Итак, этот Петр, оставивший все, уверенный в получении Царства Небесного, тогда, когда один богач подошел и сказал Христу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Христос ответил ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим и следуй за Мною. И потом, когда тот опечалился, при этом, и Христос говорил ученикам, видите, что как неудобно богатому войти в Царство Небесное, истинно, истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Тогда Петр, ничего не имевший, уверенный в получении Царства, не боявшийся за свое собственное спасение и ясно сознающий о приготовленной ему там почести, высушив это, сказал, кто же может спастись? Чего боишься ты, блаженный Петр? О чем беспокоишься? Чего трепещешь? Ты все бросил, все покинул. Речь идет о богатых. Говоренные служат обвинением для них, а ты проводишь жизнь в бедности, нестяжательности. Но я не свои нужды имею в виду, говорит он, но ищу пользы других. Поэтому, будучи уверен за себя, он предложил вопрос за других и сказал, кто же может спастись? 573. Видишь ли попечительность апостолов? Видишь ли, как они составляли одно тело? Видишь ли, как Петр беспокоился и о настоящем, и о будущем? Так и Павел, поэтому он и говорил, зная, что в последние дни наступят времена тяжкие. И при другом случае он поступил так же. Когда он намеревался удалиться из Азии и отправиться в Рим, а оттуда отойти на небо, потому что смерть цветых не есть смерть, а переселение от земли на небо, от худшего к лучшему, от подобных им рабов к владыке, от людей к ангелам. Итак, когда он намеревался отойти к владыке всех, к Богу, то благоустроил все, что касалось и его самого. В то время, своего во время пребывания с учениками, он со всей тщательностью преподавал им учения и говорил, «Чисти от крови всех!» «Ничего, — говорит, — я не опустил из того, что должно было сделать для спасения. Что же?» Приведя в безопасность то, что касалось его самого, не подвергаясь осуждению от Христа за свои времена, разве вознеродел он на последующих душах? Нет, но как бы, имея отдать отчеты за них, он и те слова, высказанные им со всей тщательностью, и эти изречения, которые мы прочитаем, «Внимайте, — говорит он, — себе и всему стаду, видишь ли, как он был объят по печеньям о них, из нас каждый заботится только о своих нуждах, а он, как предстоятель, о нуждах всех, поэтому он и говорит об учителях, ибо они бодрствуют, заботясь о душах ваших, как должны дать отчет. Поистине, страшно судилище, на котором нужно отдать отчет за такое множество людей» Евреям 13.17. Но, как я сказал, призвав их, он сказал, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас пастырями и начальниками, епископами». Что же случилось? Почему ты увещеваешь? Не предвидишь ли какого-нибудь бедствия? Не предусматриваешь ли чего-нибудь страшного? Нет ли какой-нибудь опасности, какого-нибудь несчастья, какой-нибудь войны? Скажи нам, ты стоишь выше нас и не только видишь настоящее, но прозираешь и будущее. Итак, скажи, для чего ты возвещаешь и это увещеваешь? Знаю, говорит он, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Видишь ли, как он, о чем я говорил, беспокоится и боится не за тех только, которые были в его время, но из-за тех, которые имели быть после его отшествия. Придут волки, говорит он, не просто волки, но волки лютые, нещадящие стадо. Двоякое бедствие. Отсутствие Павла и нападение волков. И нет на лицо учителя и явятся развратители. Посмотри на злобу зверей и на лукавство нечестивых людей. Они подстерегли отсутствие учителя и тогда напали на паству. Что же? Ты оставляешь нас беззащитными и предсказываешь одни только бедствия, а не придумаешь никакого утешения. Но поступая так, ты еще более увеличиваешь страх, смущаешь душ, ослабляешь силы, расслабляешь руки слушателей. Поэтому он наперед и напомнил им о духе, в котором Дух Святой поставил вас пастырями и учителями. Хотя не будет Павла, говорит он, но будет присутствовать утешитель. Видишь ли, как он окрылил их душу, напомним о божественном учителе, при помощи которого и он сам был силен, присутствуя там. Для чего же он приводит их в страх? Для того, чтобы с другой стороны прогнать беспечность. Советующий должен делать и то, и другое и не допускать слушателя до самонадеянности, чтобы он не сделался беспечнейшим. А с другой стороны не устрашать только, чтобы он не впал в отчаяние. И так напомнив о духе, он предостерег от отчаяния, а сказав о волках, предостерег от беспечности. Волки, лютые, нещадящие стадо, внимайте себе, ни о чем не заботьтесь, говорит, вспоминайте обо мне. Действительно, достаточно было для ободрения вспоминать о Павле, но не просто о нем самом вспоминать увещевает их, а вспоминать о делах его. А что он не просто увещевал вспоминать о нем, но чтобы, вспоминая, они подражали ему, видно из слов, какие он прибавил слушателям. Помните, как я три с половиной года день и ночь не переставая учил вас со слезами и со всеми теми скорбями каждого из вас. Я желаю, говорит, чтобы вы вспоминали не просто обо мне, но и о времени, и учения, и усердия, и слезах и всех этих воздыханиях. Как родственники больных, не успевая многими длинными речами своими убедить их принять пищу и лекарства, свойственные больным, плачет, чтобы скорее преклонить их, так и Павел поступал с учениками. Когда видел, что слово учения действует слабо, тогда употреблял врачевство слез. 574. Кто не устыдился бы, хотя бы он был бесчувственнее даже камней, видя Павла, плачущим и воздыхающим. Видишь ли, как он и там предсказывал будущее. То же самое он делает и здесь, говоря, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие. Для чего же он говорит это из Тимофея, не говорит так, пусть знает имеющий жить после, что наступят времена тяжкие. Но знай ты, говорит он, чтобы ты узнал, что и ученик подобно учителю заботился о будущем. Если бы тот не заботился, то он не возложил бы на него такого же попечения. Так поступал и Христос. Когда приступили к нему ученики, желая узнать о кончине, то он сказал им, «Услышите о войнах». Между тем, они не имели услышать об этом. Но тело верующих одно. И как жившие тогда слушали о том, что будет после, так и мы знаем о том, что случилось тогда. Одно, как я сказал, тело, мы и они тесно связано между собою, хотя мы занимаем и последний ряд членов. И этого тела не рассоргает ни время, ни место, потому что мы соединены между собой не связью нервов, но совокуплено со всех сторон узами любви. Поэтому и тем он говорит о нас, и мы слышим о них. Стоит исследовать и то, почему апостол везде говорит, что скорбные обстоятельства стекутся при конце настоящей жизни. Так и в другом месте он говорит, в последние времена отступят некоторые от веры. И здесь опять говорит, в последние дни наступят времена тяжкие. И Христос предвозвещая подобное этому говорил при кончине услышать о войнах и о военных слухах, о глады, море, землетрясения будут. Отчего же при кончине будет великое стечение бедствий? Некоторые говорят, что природа изнуряющаяся, изнемогающая, подобно состарившему телу, которое испытывает много болезней, также состарившись испытывает много бедствий. Но тело достигает старости по немощи и закону природы. А заразы, войны и землетрясения бывают не от старости природы. Не от того произойдут эти болезни – глады, моры, землетрясения по местам, что эти творения состареются, но от того, что развратится воля людей. Все эти бедствия, наказания за грехи и врачебство человеческих болезней, тогда усилятся болезни человеческие. Почему же, скажет, тогда не усилятся? Мне кажется, потому, что так как суд медлит, наказание еще имеет быть и судья еще не пришел, то имеющие отдать отчет делаются более беспечными. Так и Христос говорит о злом рабе, что он от этого сделался беспечнейшим. «Медлит господин мой», говорил раб, и поэтому бил подобных себе рабов и растачал имение господина. Потому и Христос ученикам, приступившим к нему и желавшим узнать о дне кончины, не сказал этого, желая неизвестности будущего, держать нас в постоянном страхе, чтобы каждый, постоянно ожидая будущего, и в надежде на пришествие Христова, был более заботливым. Поэтому некто вещевает так, «Немедленно обратись к Господу, не отлагайся дня на день, чтобы при медленности тебе не погибнуть». Кончина неизвестна, говорит, и неизвестна для того, чтобы ты был всегда заботливым. Поэтому день Господень придет коктать ночью, не для того, чтобы похитить, но чтобы сделать нас осторожнейшими. Ведь никто ожидает вора, тот не спит, и зажегший светильник постоянно бодрствует. Так и вы, воспламенив свет веры и праведной жизни, имейте ясные светильники в постоянном бодрствовании. Так как мы не знаем, когда придет жених, то и должны быть готовыми всегда, чтобы когда он придет, нашел нас бодрствующими. Хотел бы я продолжить речь, но это сказать едва позволила мне телесная слабость, по причине которой я был разлучен с вами столь долгое время. Долго для меня это время не по числу дней, а по мере и настроению души. для любящих и краткое время разлуки кажется большим и невыразимо продолжительным. Поэтому и Павел, будучи малое время в разлуке с фессалоникийцами, говорил, мы же, братья, осиротевшие от вас ко времени часа лицом, а не сердцем, будучи разлучены, сильно желали видеть вас. Если же Павел, умевший лучше всех любомудрствовать, не перенес времени часа, то как мы можем переносить столько дней разлуки? Подобно ему и я, не перенося этого боли, еще более имея остатки болезни, прибежал к вам, думая получить величайшее врачество в общении с вашей любовью. Действительно, для меня полезное содействие врачей и всякого происходящего отсюда облегчения наслаждаться от вашей любви, которой досподобимся наслаждаться постоянно молитвами и ходатайством всех святых во славу Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.